Святой Славик всех спасёт. Смотрите только у нас. Эксклюзивное откровение Чебаркульской Богородицы. Вы разговариваете с нормальным человеком, я с ума не спрыгнула ещё. Была Марфа Пупкина, стала богиня-лебедь. Куда зовёт адептов земная служанка небесной богини? Вот посмотри, я теперь Альма-Скифская. Невероятные приключения индийского гуру в России. Как недоучившийся студент стал великим святым. Он принимал её с дочерью, молодой девушкой, и сидел на своём троне, потом без трусов. Хищные волки в шкуре святого. Они объявляют себя проводниками божественных сил и делают вид, что знают высшую истину. Но на самом деле преследуют низкие цели. Истригут купоны с одурманенной паствой. Зачем идут в святые современные аферисты? И какова цена их святости? Об этом смотрите прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok в эту могилку людей возят целыми автобусами. Славик Чебаркульский прожил всего 10 лет. А затем мать превратила обычного мальчика в икону. И на Славике зарабатывают миллионы. Город Чебаркуль прославился на всю страну после того, как рядом с ним свалился в озеро знаменитый метеорит. Но могила святого Славика, пожалуй, главная местная достопримечательность. История и правда трагическая. Мальчику было всего 10 лет, когда он как спичка сгорел от рака. И после этого сразу поползли слухи, что умирающий мальчик до болезни пророчествовал как ванга и удивлял земляков, которых видел насквозь. Ходили такие случаи, что якобы Слава подошел и сказал, что вы береглина. Из этих сплетен и возник культ Славика. А главной его служительницей стала обезумевшая от горя мать мальчика. Я когда сюда приехала, он учился в школе, а потом через какое-то время, буквально месяца через два или три, он умер. И вся школа выходила хоронить. Я думаю, человека столько лет уже нет, ребеночек, невинное существо вроде, и все кости молотят и молотят. Культ Славика – это фактически культ Валентины Афанасьевны Крошини Николой. И она, я вам скажу, она плохую услугу оказала своему сыну, потому что нормальная мама, конечно, потеряв ребенка, она будет за него молиться. За него молиться, а не ему молиться. Эти кадры сняты на могиле святого Славика. Прямо над могилкой служители культа построили павильон. Продают все, что связано с отроком. Цена одной книжки – 700 рублей. Только на них можно заработать в месяц полмиллиона. А в продаже еще иконки, свечи, молитвенники. И тут же следом звонит разъяренный мать почившего отрока – Валентина Афанасьевна Крошининикова. Она же Богородица. Ведь последователи считают Славика новым мессией. Что происходит на могиле моего сына? Мы здесь находимся на кладбище, хотели купить книгу, но нам отказывают. А почему с камерой? Мы хотим снять процесс, как я книгу покупаю. Это можно сделать? Конечно, нет. Я считаю, это безобразие просто. И мне кажется, ну нельзя так даже по отношению к памяти ребенка так поступать. Просто мать это просто превратила в фарс просто какой-то. Поговорить с Валентиной Афанасьевной – редкая удача. Новоявленная Богородица скрывается от журналистов и уже давно никому не дает интервью. Почему вы нас боитесь так? Если правда на вашей стороне. Вы меня простите. Я вас вообще не боюсь. Еще не хватало, чтобы я вас боялась. То есть вы готовы с нами встретиться? С вами встретиться? Я готова. Только не у Славочки. Нам повезло. На следующий день мы действительно получили доступ к Чебаркульской Богородице и записали с ней эксклюзивное интервью. Но до этого нам удалось пообщаться с последователями культа. Тамара Ершова уверена, Славик – настоящий мученик и святой. Женщина приехала с Омская. И говорит, что его молитвами стала моя дочь. На могилку едут автобусами со всей страны. И не только. Даже камни с могилы, которые мать мальчика специально привозит с карьера, считаются целебными. Как и заряженная на них вода. Водичку надо принимать. Камушки можно положить для... Как там объясняют, что... Ну, для покоя в семье. А вот местные жители экстазы не разделяют. Кто говорит, что излечал, мог излечить. А кто говорит, это просто мама его пиарится. Бог его знает. Слушай, собачья! Как можно в 21 веке верить во всё это? Как могут камушки лечить? Я не знаю, кто это придумает. Кто-то бизнес делает на этом, что ли? Эти камушки – это ведь не лекарство, не псевдолекарство, да, не какая-то там таблеточка. Использование этих камушков, земли там с могилки, грязи, снега – там много чего используется. Вот. Это уводит от Бога. Потому что исцеление подаёт и совершает только Господь. Мать новоявленного святого отрока Славика живёт рядом с могилой сына. Настроение у женщины постоянно меняется. Мы договорились об интервью. Но в последний момент Валентина Афанасьевна хотела отказаться. Затем передумала и впустила нас в квартиру. Вы пришли в квартиру отрока. И он здесь хозяин. И от ваших слов зависит, что будет из вами. Знаете, такое ощущение возникает, что вы нас хотите чуть-чуть припугнуть. Нет, я просто вам хочу объяснить, куда вы зашли. Зачем вы будете снимать, я знаю. И какие последствия могут быть в ваших домах. Потому что всё в этом мире наказуемо. Таким вот нехитрым способом новоявленная Богородица пытается нас припугнуть, чтобы мы не писали о Славике ничего плохого. О культе, который возник на пустом месте. Ведь церковь не считает Славика святым. Я думаю, и вы это знаете, и я это знаю, что никаких документальных подтверждений, каких-то исцелений, каких-то чудес, совершающихся на могиле Славика Чебаркульского, их просто не существует. В предсказаниях Славика, которые, кстати, изданы отдельной книжкой, сказано, скоро грядёт апокалипсис. Все, кто верит в Славика, спасутся. Остальные погибнут. Но скептики и журналисты упорно требуют научных и медицинских доказательств святости Славика, а также особенных свойств его могилки, якобы способные исцелять человека. Но Крышенинникова от таких требований хитро уходит. У Сергея Радоншеского были медицинские заключения, у Серафима Саровского были медицинские заключения, у древних святых одна медицина была, у великих святых. Может, у Господа Иисуса Христа нужно было заключение психиатра. Для того, чтобы зарабатывать, заключение не надо. На могилу к Славику возят автобусами. Видимо, Крышенинникова неплохо на этом зарабатывает и вкладывает средства в развивающийся бизнес. Неподалёку от могилы сына Валентина выкупила участок земли и построила храм от Рокославика. По оценкам экспертов, сооружение тянет на 2 миллиона. Мы там святыни все с Иерусалима привезли, там из Горилейского моря камешки, от Отрока камешки, со всех-со всех храмов и залили фундамент. Там стоят над этим фундаментом 4 радуги. Планы у предприимчивой пенсионерки грандиозные. На денюжки прихожан она вскоре собирается воздвигнуть еще один храм, побольше. И уже сложила по этому поводу красивую легенду. Славочка сказала, в Москве будет одна такая женщина, она банкир. Так вот эта женщина банкир подумает, а деньги душу не спасает. И все деньги отдаст на строительство этого храма. И будет он построен где-то там. Без солнца грязью не замажешь. Скоро мест поклонения Славику станет гораздо больше. А стало быть, увеличится продажа псевдосвятынь. Книжек, иконок, портретов Отрока и прочие атрибутики. И ведь очень трудно устоять на самом деле от этого соблазна, когда вокруг тебя формируется группа, которая тебя буквально на руках носит. Ты мать не просто святого, а великого святого. Давайте сокононизируем каждого погибшего от тяжелого страдания, от мучения, погибшего в аварии, в катастрофе. И что тогда будет? Ну, это же будет безумие, это будет апокалипсис. Смотрите далее. Русская сказка индийского святого. Почему восточные гуру так любят жить в заснеженной России? Он принимал ее с дочерью, молодой девушкой, и сидел на своем троне по нам без трусов. Надел челму, объявил себя Сергием Радонежским, и все, новый пророк готов. Кроме наших аферистов, в России орудует много лжепророков иностранного происхождения. Огромный участок, два больших роскошных дома. Этот дворец в деревне Чесцы Одинцовского района. Знают все местные таксисты, которые каждый день возят сюда восторженных посетителей. Голицыно маленький городок, и район этот, он небольшой. Естественно, что этот дворец, он там сильно выделяется. Ради интереса, как бы, буквально в нескольких километрах находится институт ФСБ, из окон которого тоже виден этот дворец. Хозяин этого дворца не политик и не олигарх, а святой, так сказать, человек. Шри Пракаш Гуру Джи, который объявил себя новым воплощением Сергия Радонежского и бога Кришны. Два в одном. А чего мелочиться-то? Эта идея стала достаточно популярной, и после того, как Пракаш посетил троица Сергия Вилавру, ему это очень понравилось. И так ненавязчиво всем вновь пришедшим говорили, что, значит, наш великий учитель, он же воплощение Кришны, он же воплощение Сергия Радонежского. И он вещает людям с трона. И люди подходят к нему и просят благословения, кланяясь. То есть они складывают руки, они кланяются ему, именно поклоняются как святому человеку. Проникнуть в дом святого непросто, журналистов здесь не любят. Они раскапывают всякие неприятные факты из жизни бывшего индуса. Например, что на самом деле он всего лишь недоучившийся студент медицинского института. Потом будущий гуру организовал в Москве туристическую фирму. Но с туризмом тоже не сложилось. Врачом он так и не стал, но он увидел, что вот такое какое-то духовное покровительство разным людям, оно приносит некоторые доходы, достаточно существенные. В Индии таких гуру, как собак нерезанных, и, соответственно, конкуренция очень-очень высокая, но он поехал в далекую заснеженную Россию, что тут, по крайней мере, вот уже там легковерных купить на своей экзотике. С прихожанами святой особо не церемонится. Внешний вид праведника может ввести в ступор любого. Одна мама крайне была возмущена тем, что он принимал ее с дочерью, молодой девушкой, и сидел на своем троне, пардон, без трусов. Что хочет этот бедный индус, приехавший в какую-нибудь провинцию индийскую, который приехал сюда просто на стипендию, жалкую от своей республики Индия, хочет здесь получить деньги власть над женщинами русскими, над нерусскими, просто, может быть, иметь с ними какие-то сексуальные контакты, связи. По словам очевидцев, без нижнего белья индус принимают часто. Видимо, видит в этом особую святость. В самом центре на возвышении находится трон с диваном, на котором сидит прокаж. По одну сторону находится его портрет, по другой стороне его портрет находится. И рядышком еще сидит бронзовая статуя Пракаша. На святого Пракаша Наталья молилась полтора года. Поехала к нему на пару с подругой из любопытства и пропала. Хотя сейчас сама не понимает, почему. У него все ответы, в принципе, были достаточно такие расплывчатые. Вот. На некоторые вопросы он просто даже отвечал, что все будет хорошо, я буду молиться за вас. Формально новоявленный святой ни на что не претендует. Однако, как утверждают бывшие посетители дворца Пракаша, на самом деле невинностью в доме святого и не пахнет. Здесь стоит другой запах – больших денег. Вот некоторые высказывания людей, которые побывали в особняке просветленного. Пракаш любит деньги и на все пойдет ради того, чтобы добиться своей цели. Он так заигрался, что сам поверил в то, что является Богом. Один предприниматель мне рассказал, что за несколько лет знакомства с Пракашем он ему отнес в общей сложности 600 тысяч долларов. Обставляется это таким образом, что для того, чтобы очистить карму, нужно вкладывать какие-то деньги, которые, конечно, потом вернутся. И, конечно, в другом масштабе. Но почему-то не возвращаются. На что он строит особняк – это его спонсируют люди, которые находятся в его организации, те, кто находятся под его влиянием. Как утверждают бывшие последователи гуру, расплачиваться за молитвы просветленного бессеребренника Пракаша приходится не только деньгами, но и рабским трудом, облеченным в форму духовных практик. И отрабатывает карму там, бытьем туалетов, стройкой, готовкой пищи, и вот другой там на воротах стоит. Вот такая жизнь. Эксплуатация физическая, эксплуатация духовная, эксплуатация эмоциональная, эксплуатация финансовая. И, как сообщают некоторые адепты, в том числе и эксплуатация сексуальная. По словам очевидцев, за время пребывания в России Пракаш обзавелся не только собственным дворцом, но и огромной квартирой в элитном районе Москвы, фирмой, которая торгует медицинским оборудованием, недвижимостью в Московской области и целым парком дорогих машин. И всё это гражданин Индии Шри Пракаш Джи нажил непосильным трудом святого с помощью доверчивых российских граждан. Люди теряют квартиры, где люди теряют недвижимость, где люди теряют деньги. Огромное количество. Но что интересно, люди несут сами. Смотрите далее. Хищная богиня-лебедь оставит без денег и жилья. Вы мошенники, вы мошенники, которые зарабатываете деньги. И всё, вы мошенники. Не можете аплодировать и скидывать. Эта женщина называет себя святой жрицей богини-лебедь и проводником её тайных знаний. Лосария скидская. Она рассказывает сказки о том, что где-то на небе живёт великая богиня-лебедь. И вскоре она к нам прилетит. Творец начинает открывать свои окошечки, око и смотреть на нас через созвездие лебедь. Через те материальные миры, которые когда-то он сотворил. Слушая её, вроде бы человек не потребляет наркотики, но даже порой это страшнее, чем наркоманию на самом деле. Буси-лебеди, принцессы из мультиков, пришельцы с разных планет. Вроде бы совершенно земная особа предлагает создать ваш неповторимый божественный лик. Похожен. На психбольницу на москвичке Алле Молчановой действительно страшно сладкие речи. Лосарии скидской убили за собой её дочь Наталью. В 2014 году, с января, она достаточно резко порвала с нами отношения. Появлялась очень редко. Если я её спрашивала о чём-то, что с ней, как она, она считала всё это контролем. Жёстким контролем. И всё далее от нас отдалялось. Наталья и раньше увлекалась эзотерикой, а после знакомства с супругами скифскими по паспорту Кашкиными, которые на пару придумали этот культ и объявили себя святыми и вовсе слетела с хатушек. Мы узнали в декабре 2014 года, что квартира, которую дочь купила совсем недавно, уже находятся в собственности вот этой лосарии скифской. В одночасье мама отдала квартиру, изменила имя и перестала общаться со мной и с братом. Вместе с полицией и врачом-психиатром Николаем Коклюгиным мы отправляемся в квартиру, которая раньше принадлежала Наталье, а теперь лосарии скифской. Вы довели женщину до крайней степени истощения. Довели? Довели? Я врач-психиатр. Я могу на вас посмотреть, на ваши глаза, гуру, который уничтожает людей, разрушает семьи. Вы оскорбляете меня сейчас по работнику милиции. Вы не имеете права здесь быть. Скифские до того обнагрели, что прилюдно стали обвинять Николая Коклюгина в том, что он якобы изнасиловал Наталью. Она вообще идет в каком-то путем. Посмотрите, как она выглядит. Как она выглядит сейчас. Посмотрите. За ваше насилие. Какое насилие. Вы же снасиловали ее. Что вы говорите? Мы намешали слово. Вы мошенники, которые зарабатываете деньги. Вы можете аплодировать и снимать. Все поклонники лебедя обложены данью. За прошлые кармические грехи своих предков. Суммы за грешки скифские получают якобы от самой богини лебедь. И чем больше денег положишь в их карман, тем быстрее наступит просветление. Она сразу стала другой, как только познакомилась со скифскими. И это единственная причина, почему мы можем говорить, что они либо мошенники, либо имели на нее сильное влияние. Где живет Наталья, известно одной богини лебедь. Зато у женщины есть массажный кабинет. Мы записались к Наталье на массаж под видом клиентов и сумели ее разговорить. Женщина утверждает, что абсолютно счастлива. И единственная ее проблема – это родственники, которые мешают ей быть вместе со святой и привлекать новых клиентов, готовых поделиться квартирами. Там что, ложь и клевета, которые бьются с экрана сейчас, где говорят, что они мошенники, что это все как бы вымогание имущества, вот этот бред. И это все предотвращает, ну, отвращает людей от них, от меня. Почему именно массажный кабинет специалисты, которые следят за этой историей, говорят, что это не случайно. Скорее всего, Наталья действует по указке Лосарии Скифской. Когда человек расслабляется, приходит на массаж, в это время происходит разговор, первичный контакт, знакомство с человеком. И он, будучи расслабленным, вступает в разговор с тем, кто делает массаж, и постепенно происходит вербовка. Раз есть святой, почитатели всегда найдутся. Каждому российскому городу по своему мессии. Еще один же святой, возомнивший себя пророком, уже много лет действует в Татарстане. А свою религию он замешал на мусульманстве. Этот участок на улице Тарфиной – одна из достопримечательностей Казани. У них денег полно. Ну, просто так вот, я, например, вы не построите вот такой, пятиэтажный, трехэтажный. 84-летний Фейзрахман Саттаров объявил себя посланником Аллаха и собрал вокруг себя целую паству из верующих. Сейчас новых собирают они, ага, да, я вот напротив мусорки живу, каждый день вижу, они или бабушку тащат с собой, или молодую девчонку тащат, вот. А потом ее переодевают, закрывают вот так, и ходят здесь, расширяются, расширяются, да, вон сколько домов-то настроили, вон. Деньги Фейзрахман Саттаров считать умеет. Если с человека нечего взять, ему вообще нет. Делать нечего. Вот сюда. Один раз без обоих ног мужчину бросили, так они его не взяли. Они берут у кого что-то есть. Продать квартиру там, дом, или что, или денег много. Вот таких они берут. А так они никого не берут. Коммерческий дух врывается в сферу религиозную, но свидетельствует о том, что это псевдорелигиозное верование. Нижегородская область богата на уже священников. Совсем рядом с Дзержинском в селе Большая Ельня уже много лет подряд обрабатывает прихожан некая дама. В прошлом начальник участка железной дороги, а ныне матушка Фатинья. Я была на самом дне. Я была хуже вас всех. Ведь я смогла измениться. А значит, вы тоже можете измениться, правда? Через терми к Богу. До того, как назваться матушкой Фатиньей, Светлана Робертовна Фролова успела отсидеть в тюрьме. За махинации с государственным имуществом, на которых бюджет потерял десятки миллионов рублей. Выйдя из тюрьмы, женщина рассудила, что зарабатывать можно и на вере, и превратилась из грешницы в святую. Она основала свою церковь, построила в Большой Ельни храм и считает себя новым воплощением Христа. Действительно, весьма неприятное соседство с нашим храмом. Но, во-первых, женщина служит службу. Это первый весьма и весьма серьезный аргумент, который сразу же ставит под сомнение то, что вообще благодать Божия присутствует на этом месте. Ибо мы знаем из истории церкви, из священного писания, что сей невозможно. И то, что происходит сегодня в этом здании, это, конечно, из ряда вон выходящее. Зарабатывает матушка Фатинья на всем. На продаже якобы святой воды, изгнании бесов и других обрядах, которые она проводит ежедневно. По слухам, еще один источник благосостояния матушки – квартиры и сбережения, которые она выманивает у прихожан. В Большой Ельне об этом входят легенды. Местные жители считают матушку исчадием ада. Знаете что, господи, простите меня, я даже говорить не хочу про это ничего. Все. Что-то другое спрашиваете, а это даже… Не мы проезжай на автобусе, я даже не гляжу туда. У нас есть свой храм. А она кто такая? А я откуда знаю, сынок? Что она вообще делает? Не знаю я, что делать, только у нее собирают деньги, вот входит в автобус и собирает деньги. Баламоны, наверное, вот больше ничего. И все, кто говорят. Если бы она веровала, она бы никого не втаскивала, и никого бы… Квартиры бы не продавали люди, и за нее бы никто не болел, и никто бы не вешался. Действует матушка Фатинья хитро. С юридической точки зрения к ней не придраться. Ведь нет ни одного заявления от пострадавших, нет ни одной бумаги, какой-то жалобы или недовольства. Люди все делают добровольно. Добровольно сдают имущество, добровольно оставляют семьи, добровольно не жалуют свое здоровье, как духовное, так и физическое. Пообщаться с нами матушка Фатинья не захотела, отговорилась с занятостью и плохим самочувствием. Однако нам удалось разговорить прихожанку храма, и выяснилось, что матушка просто боится разоблачения. Здесь истинный храм, который служит милосердию добра, который для детей, для инвалидов, для престарелых. А у нас идет опровержение другое совсем. По телевизору вы приезжаете и показываете совсем другое. Ее гонят, ее клеветят, клевешут. А Машка все равно идет вперед и не столкнешь ее с здоровьем, потому что она поставлена Богом. Все, я вам больше ничего не могу сказать. И чем больше человек отдает сил вот этому идолу, тем страшнее и горше потом его истрезвление. Его похмелье. На каждого настоящего святого есть 10 фальшивых. Помните об этом, берегите себя и не повторяйте ошибок наших героев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok